Итак, друзья, подписывайтесь на канал Лахтанга и Анжелики. Они купили себе новый автодом. Открыли канал Автодом Сочи. И едут сейчас большое путешествие по России. Поэтому подписывайтесь на их канал. Они путешествуют с тремя детьми и рассказывают о своих путешествиях. Вот буквально на днях выехали в путешествие из Сочи. Поэтому, друзья, подписывайтесь и переходите по ссылочке на их канал. Ссылка будет в описании и в первом комментарии. Продолжение следует... Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, Алексей. Екатерина, можешь рассказать свою историю? Как попали в Италию? Почему эта страна? Молодая была, ветер был в голове. Вышла замуж за итальянца. Но это было очень давно. Вау! И как замуж за итальянца? Вот этот рай, который обещают так многим девушкам? Я не знаю. Мне никто ничего не обещал, на самом деле. Просто это действительно было давно. Мы познакомились в 93-м году. 93-й? Да, я в 94-м уже уехала. И вы здесь живёшь в счёт воды здесь? Да. В Италии? Ветеран, можно сказать. Это почти 30 лет, да? Почти. Как ощущения в Италии жизни за столько лет? Да. Вы знаете, на самом деле ощущения, ну как и ощущения. Дом, то есть два дома. Один дом Москва, второй дом Лигурия. Девушка, вы с Москвы? Пусть и с вас останется загадкой. Ага. А, поинт-поинт-поинт-поинт. Ну я так глубоко спрашивать не буду. Ну не важно. Только про жизнь и всё. А вообще, как вот итальянцы за столько времени жизни, как вот с нашими интеллектами сравнить? Наверное, часто в России бываете? Ну я в России часто бываю по работе, потому что, ну мне вообще с работой повезло. Я работаю на очень большой итальянский туроператор. Ну не сейчас. Мы сейчас находимся на паузе все в туризме. И особенно большой туризм, который работает с большими группами. Я эксперт по России. То есть я показываю итальянцам красоты нашей Родины. Это моя основная работа, которую, в общем-то, я никогда от этого не откажусь. Потому что это на самом деле была находка. Потому что мне это даёт возможность возвращаться домой. Скучать по дому, да, прямо? Ну получается, что не скучаю, потому что где-то в нормальное время, пять месяцев в году я провожу там. В России? Угу. А, это даже получается полгода здесь, полгода там, да, даже? Да. О, ну интересно. Ну хорошо. А вот начать, вот вышли замуж, как вот оно, замужем за итальянцем быть? Замужем за итальянцем нужно всем девушкам, которые собираются замуж за итальянцем. Я рекомендую прежде всего наладить отношения с мамой мужа. А, это вначале, чем с мужем, да? Мама мужа, это... Она рулит? Мама рулит в Италии вообще, да. Да? Мама рулит? Да. И как это вообще выглядит? То есть, что прям управляет, он молчит, что ли, прям муж-то? Ну, он для мамы всегда остается ребенком. То есть, если сын в семье, он всегда ребенок. И для него мама, это первый авторитет. Первый просто. Первый авторитет. Да. Интересно, конечно. А вообще, как-то, какие тут, как называется, ценности жизни? Какие вот, получается, у мужчин в итальянц с ценностью? Слушать маму или как-то? Что-то еще есть? Нет. Вообще, у итальянцев ценность – это семья. Поэтому, когда многие туристы приезжают сюда и по воскресенье идут по какой-нибудь небольшой улице, видят закрытый магазин, начинают возмущаться. Что такое? Итальянцы такие ленивые. Работать не хотят. Все закрыто. Никто денег не хочет. Понимаете, просто у человека должны быть ценности. И если ценность – семья, то есть один день в неделю, который посещается семья. Чаще всего это воскресенье. А, воскресенье, да? Да. Никакой бы ни был бизнес, воскресенье – это день, который отдаются семье. Интересно очень. Да. А вот первые работы, когда вы приехали, вообще с документами сложно было или через брак очень легко сюда инегрируешь? Алексей, понимаете, мне повезло, потому что я была одной из первых ласточек. А вообще еще никто в Италию не ехал, да? Ну, может быть, кто-то и ехал, но это был, понимаете, 94-й год. В 95-м у меня уже здесь родилась дочь. И то есть у меня не было общения или поиска в интернете чего-то, потому что интернета, собственно говоря, тогда еще не было. Были интернет-бары в Италии. Кстати, у моего мужа был один из первых интернет-баров в Италии. Он продвинутый был, да? Он очень был продвинутый в этом плане. Ой, извините, что слово «был»? Да, я в разводе сейчас. А, извините. Нет, ничего страшного. Вот, потому что в интернете это был такой большой компьютер, там был чат, можно было общаться, еще можно было заходить на сайт Playboy. Playboy? Да. Ох ты. Ну, это... А, итальянцы любят мужчины Playboy-сайт? Ну, они вообще это любят. А, вообще это любят, да? Они поговорить об этом тоже очень любят. А, не делать, а поговорить. Ну, делать может тоже, конечно, но поговорить это святое. А, понял, понял. Вообще, вот отличие, например, там, вот мужчины-итальянцы от русскоязычного? У меня сложно сравнивать, у меня не такой большой опыт. А, понял, понял. А вы прям, как это, прям буквально со школьной скамьи сразу в Италию, да? Ну, вы хотите спросить, сколько мне лет? Нет, 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 просто вообще, ну, я имею в виду, тут, ну, опыта общения в России мало было, да, вот там, с мужчинами? Ну, скажем так, что не очень много было опыта в России, ну, как, мы же там раньше начинаем, да. То есть, когда я в Москве, все уже повыходили замуж, детей нарожали, а мне 24 года, а я еще не при делах, еще никто меня не брал больше. Старая я была. Пришлось выходить из-за итальянцев. А, это еще тогда, в 90-х годах, была еще такая пословица, если, как говорится, до 20 лет замуж не вышла, значит, старуха, да? Ну, вот, типа того, да, ну, вот пришлось, видите, вынудили меня, можно сказать. Да, интересно очень. Сами виноваты. Сами, понял, понял. А, вообще, вот первый год жизни здесь, как-то вот сложно было интегрироваться, тем более в то время еще? Первый год жизни был самый тяжелый, потому что это проблема языка. А, кстати, да. Вот, и когда ты не понимаешь, это очень сложно. Но, с другой стороны, я опять же говорю, я считаю, что мне повезло, потому что это были те времена, когда не было еще развитого интернета, и, то есть, это было полное погружение в итальянский язык. А, сразу? Когда муж работал целыми днями, а свекровь приезжала, говорит, поехали, и мы поехали в горы. А я ничего не понимаю, а она, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, все по-итальянски. Ты приезжаешь, голова вот такая, но я через три месяца заговорила. А, ну, это такой быстрый, да, очень? Да, это, ну, это вот полное погружение, да. Это сразу, раз, буквально, как это? Да. Как говорится, в ведро. Ну, получается, да, потому что, когда мы познакомились, мы говорили по-английски, и он, в общем-то, он неплохо говорит по-русски, потому что он работал в Москве. А, он даже в русском? Да, он работал, он жил, работал в Москве, мы там познакомились. А, в Москве познакомились, да? Да, мы познакомились в Москве. Я думаю, как же в то время, вы еще не выпускали в Италию? Нет, нет, в работе. Думаю, не успели даже. Алексей, всех выпускали. Я была еще в Италии со своим отцом еще до того, как берлинская стена рухнула. А, это даже до 89-го года? Да. Серьезно? Да. Я же помню, что-то тогда вообще никто не ездил. Ну, только, соответственно, такие особые. А, ездили все-таки, да? Не особые, обычные люди ездили. Просто, ну, как бы это, да, особо не афишировалось. Но, в принципе, можно было, да. Ну, это уже, получается, в Италии уже в то время еще влюбились, да? Да я не влюблялась, Алексей. Я же говорю, не виноватая я. Он сам пришел, ветер был в голове. Да, я же вышла замуж, я не выбирала страну. Просто так получилось. Ну, вот, видите, как хорошо получилось. Ну, да. Сижу под пальмами. Да, 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 да. Это, конечно, классно, классно. Да. Катерин, так вообще-то не страшно, как-то было в то время вообще, получается? Никто еще никуда не мигрил, там только, это, кажется, занавес открыли немножко. Алексей, вы знаете, было не страшно, потому что страшно, когда у тебя много информации. А, вот так. И ты не знаешь, что из нее выбрать. А когда информации нет, ты просто знакомишься с человеком. И вот как-то так получилось, что мы едем куда-то. Ты не знаешь об этом месте ничего. Ну, вот я не знаю, вот вы в Молдосе там, я не знаю, собрались с друзьями и поехали куда-нибудь на пикник, на отдых. Ну, да. Вам что, страшно? Да, нет, конечно. Ну, и вот, примерно так. Я просто, потому что я потом уже им слово заграницей не знал, например, вот это, да, там, 93-й год, 4-й, это вообще, для меня слово заграницей, это еще такое было. Нет, у меня просто так получилось, что у меня родители ездили, да, и я тоже ездила, в общем-то, это было не то, чтобы какая-то прям заграница, но Польщик, Словакия, там, я не знаю, Италия. В Италии тоже, да? Да, да. Интересно очень. А вот первая работа здесь какая была? Здесь не секрет. Вы знаете, на самом деле, как бы, начало у всех сложное. Когда я сюда приехала, когда я пришла, есть такая организация, которая легализирует твой диплом, а у меня было высшее образование, педагогическое. Я пришла туда, такая радостная, улыбаюсь, вот, а мне говорят, деточка, сколько вам лет? Я 25. 25, ой, хорошо. Я говорю, а что, хорошего-то? Это значит, вам не нужно заканчивать начальную школу. Я говорю, в смысле? Здесь вы ударили? В Италии. Начальную школу? Мне не засчитали среднее даже образование на тот момент, не, не высшее, а высшее вообще речи не шло. Не было еще вот этих вот соглашений между Россией и Италией. Амальгация дипломов там, да? Да, не было легализации дипломов, и, ну, в общем-то, меня это не смутило. Я закончила среднюю итальянскую школу, как гамза на задней парте. Помните? Да, нет. Ну, фильм «Большая перемена». А, ну, ну, ну. Ну, да. Вот, типа, гамза на задней парте. Ну, я и Наташка из Киева. Она инженер-технолог. У меня педагогическое высшее образование. Мы за год сдали. Здесь, да? Да. Получили. А, еще здесь была девушка-то подружка, да? Это было, да. Это было не в Сан-Рэм, это было в Кремоне. Вот. Наташа, если видишь, привет. Хорошо, хорошо. Да, интересно. И получается, по итальянски только среднее образование было, да? А чтобы выше получить, нужно было еще там учиться. Нужно было учиться дальше, но потом прошло время, я получила итальянское гражданство, и я немножечко получилось, ну, как бы схитрила. Я сделала запрос, как итальянец, который получил образование за рубежом. И мне мой университет, институт, университет, мне его засчитали как среднеспециальное образование, что позволяет тебе в Италии двигаться дальше, участвовать на конкурсной основе в каких-то там профессиональных обучениях и так далее и там подобное. А диплом вот прям вот обычном образовании я уже не стала легализовать, потому что, ну, изменилось направление, потому что я заканчивала биохим. Вообще, я подумал, что биохим, бог с ним. Вот. И как-то вот судьба меня свела с правильными людьми, и получилось так, что я попала в большой туризм. Куда-куда? Большой туризм. А, большой туризм. Да, большой профессиональный туризм, да. А в 90-е годы вообще туризм уже был такой, или? Как-то еще только начинал все. Туризм здесь был, я начинала работать, когда я начала работать с большими автобусами, с итальянскими группами. А, итальянские, да. Итальянские школьники, итальянские пенсионеры, которые путешествуют и едут на Лазурный берег. То есть это вот Сан-Ремо, Монако, Ницца, Канна и так далее. Я с этого начинала. А русский он потом пришел уже как бы бонусом. А, тогда еще не ездили, да? Потом, да. Потом плывешь. Да, интересно. Вообще-то психологически вы изменились как-то за это время в жизни здесь? Я думаю, что да. В какое вот направление ты здесь? Я думаю, что мы оценим жизнь здесь, сейчас. Что ты просто сидишь, просто пьешь кофе. Не нужно думать, что там будет завтра, надо что-то бежать, что-то делать. Просто наслаждаться моментом. Это вообще, чем итальянцы отличаются от наших русскоязычных, где ваш? Вы отнесете, что-то в России находитесь? Ну, наверное, много отличий. Но самое главное, что у нас есть много общего, Алексей. Много общего, что я считаю, что, ну вот для итальянца, допустим, русский человек, это человек такой холодный, закрытый. Но если мы сядем вместе за стол, да, выпьем по рюмочке или по бокальчику, да, у нас по рюмочке, у них по бокальчику, то мы открываемся, русский человек открывается точно так же с итальянцами. Если вы с ними садитесь за стол, они раскрываются, они становятся как бы, ну, более понятными, все становится как-то, да. Ну, так вот, да, получается. А вот в отличие от французов, например, в Франции есть рядышком, я думаю, во Франции часто бываете? Ну, часто, потому что мы живем практически на границе с Францией, да. Друзья, мы находимся в Сан-Рема. Да, ну, практически, это самая западная точка Лигурия, то есть, если посмотреть на сапожок, вот так, слева, слева, сбоку, северо-запад, да, ну, на границе с Лазурным берегом Франции, здесь, в общем-то, до Монакии 30 километров. До Монакии? До Монакии. Да, это просто нельзя рекламировать, но есть классная передача у нас, и есть выступление, ты где, звоню вам из Монакии. Какой Монакии? Да, так, что поднецой, не видели это? А, нет, 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 нет. Ой, слушайте, наберите в Ютубе, будете смеяться долго. На русском, да, все это? На русском. А, ну, хорошо, ладно, спасибо. И вот вообще, первая работа с туристами, а дальше как вообще пошло все это дело? Первая работа была не с туристами, естественно, когда они засчитали диплом, поэтому был вот такой вот длинный путь, то есть это работы, бары, рестораны, там еще что-то. А, везде попробовали, да, здесь? Да, да, конечно, конечно. Вот, а потом, когда мы переехали из Ломбардии через три года сюда, в Сан-Ремо, вот прямо вот случилось чудо. Первое место работы был краеведческий музей. Краеведческий музей, да? Да, у нас есть такой в Сан-Ремо краеведческий музей, и я туда попала работать, и там познакомилась с человеком, который сказал, что ты все читаешь, что ты все смотришь, тебе интересно? Я говорю, да, я же не знала об этой работе ничего. Я говорю, да, мне интересно, мне всегда нравилась история там. Она говорит, а ты не хочешь попробовать? Я говорю, хочу, а что надо делать? Она говорит, учиться. Я пошла в библиотеку, и начала учиться, 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 учиться. Вы, получается, местные высшие получили, да, образование? Нет, я не получила высшее местное образование. Я получила, я сдала экзамены, я отучилась сама. Я самоучка, получается, по итальянским меркам. И сдала экзамены для того, чтобы работать в большом туризме. Как он здесь выглядит, большой туризм, в Италии? Что значит это? Большой туризм, это имеется в виду большие автобусы. Большие автобусы – это организованный туризм. Организованный. То есть, когда есть программа, когда есть экскурсии, когда есть темпистика, то есть время, тайминг, все остальное. Точно так же, как он и есть здесь, есть туризм отсюда, туда, в Россию. Видели в России группу туристов на Красной площади? Вот это организованный туризм. Да, вот так вот, да? А как вообще, кто такие итальянцы вообще? Итальянцы? Да. Ну, или итальянки даже, например, про девочек поговорить. Чем они от наших русскоязычных? Получается, вы им создаете конкуренцию, да? Нет, мы не создаем конкуренцию. Мы в параллелях живем. Это два параллельных мира. Хотя, конечно, итальянки с ревностью относятся к, скажем так, славянкам. Наверное, правильное слово такое, да? И вообще к иностранкам, не славянкам на самом деле. К иностранкам, потому что понятно, что трава, она всегда зеленее у соседа. Ну да. Ну да. И поэтому для мужчины итальянского иностранка, в ней есть какая-то загадка. А-а-а. Да? Это притягивает. Притягивает всегда с ней неизвестное. Изюминка такая. Да, изюминка. А итальянку от нашей девушки очень легко отличить, особенно если пойти на пляж. Вот сразу. А чем они отличаются? Ну, наша пришла на пляж, красивая, с прической, все. И... Ага. Поплыла. Вот. А итальянка пришла, разделась и нырнул с головой. А, с головой даже, да? Конечно. У нас тогда с головой что-то не плавают девушки, чаще всего. Так прическа же. А, прическа же. А у них нормальная? У итальянок? Не, ну у них нормально. Да, они пришли домой, голову помыли и вечером пошли с прической. А, вот так, да? Да. Вообще, итальянки чем отличаются от наших девочек? Они, мне кажется, меньше заморачиваются. То есть, они любят себя. Но нет вот этого, вот как молодые девушки сейчас, вот как бы заморачиваются, ой, у меня там вот это. Они любят себя такой, какой она есть. Ага. Ну, мужчине скажут, что вот такой нет нигде. Не важно, что у тебя там три складочки, там или еще что-то такое. Что ты там пополнее, да? Нет, они вообще не любят себя такой, какая она есть. Но это мне так кажется. А вообще подружки есть в итальянках? Есть подружки итальянки. Как вот с ними уже, ну как с русскими или как-то сложнее общение? Вы знаете, не сложнее, не проще, как бы, я не знаю, ну, Алексей, вы знаете, люди всегда разные, везде разные. Можно и с русскими найти трудности, можно и с итальянцами найти простоту в общении. Вот. Самое главное, ну, если человек просто приезжает сюда интегрироваться, то он должен понимать, что ему нужно общаться с итальянцами. Если ты не будешь с ними общаться, ты не поймешь почему. Вот и все. Ну, как по-моему, у вас язык уже, наверное, свободный, правильно? Да. А там вообще, как, мне кажется, уже... Как второй родной. Итальянки себя чувствуете? Катя. Да. У меня итальянское гражданство, и поэтому я не могу сказать, что вот прям вот я русская. Я, скажем так, у меня вот все равно это половинчатое, вот это пограничное состояние, потому что я ем по-итальянски, я пью по-итальянски, я встаю по-итальянски. Опа. Вот расскажите, как это вот, ну, давайте начнем, как вот вставать по-итальянски. Это как это? В 6.37. А, так ровно разве, да? Да. Опа, 6.37. Опа, а как есть по-итальянски, это что значит? Есть по-итальянски, это значит получать удовольствие от еды, не экономить на еде, вот, отдавать предпочтение итальянским продуктам, они же патриоты. А, своего, да? Конечно. Все, все. А как пить по-итальянски? Как пить по-итальянски, это значит, что получать удовольствие от бокала выпитого вина, которого не должно быть мало, потому что если вино хорошее, бокала, ну, двух бокалов будет вполне достаточно. А, даже так, да? Очень интересно. Да. А вот, итальянские мужчины, вот, есть такое, говорится, я еще даже давно слышал до Испании, что мужчины, когда разводятся здесь, остаются в трусах. Как-то есть такое, или вот, по законам итальянским? Скажем так, что если с мужчиной есть что взять, то с него можно взять. А, вот так, да? Да. Я помню, мы в Сесырии были там на экскурсиях, и там у нас гид была такая, там даже русских гидов не допускали, именно вела вот русскоязычный итальян, точнее, итальянка, которая говорит на русском. Которая говорит на русском языке, да. Именно вот ей дали экскурсию, и вот она никого не пускала, вот это она там, уже нам на ловную русскую объясняла, что она нам сказала. Ну, это вы, наверное, ходили по экскурсии, именно по археологическим. Да, археологическим, да. Это нормальное явление, потому что, на самом деле, есть в Италии, есть такое, как бы разделение, такого, которого нет у нас. и есть гиды, и есть как турменеджер, аккомпаниатура туристикой и так далее. То есть тот, который может работать везде, но он не может заходить внутрь музея, внутрь церкви, или в археологические какие-то раскопки. И это нормально, это хорошо. Помню, помню. Вы знаете, Алексей, на самом деле, у нас то же самое. Да? Вы пойдите в Кремль со своим гидом. А, итальянцам там или еще? Вас там быстренько под белые рученьки заберут. А, только свои, да? Есть лицензия. Есть лицензия. На Кремль, на Третьяковку, на Эрмитаж, на любые какие-то вот такие вот объекты. Это хорошо. Защита, профессия. Да, ну все правильно. И просто тогда вот я помню, что сказали, что она какой-то там суд выиграла там с мужем. Какое-то громкое дело было. Она там от мужа, ну в общем, мужа оставила в трусах. Там сказали так. Молодец. Вот. Она такая звезда, там, надо сказать, такая вот, типа, она тут такая женщина. Вот. И там вот так вот. Я, конечно, так посмотрел на это дело, тогда еще я вообще не понимал, в чем дело. И здесь вот такая тема очень модная, да, как понимаю, здесь мужчины. Даже есть такой, как называется, хостелы типа, в котором мужчины живут уже, которые там в разводе. Скажем так, что итальянские мужчины, когда женятся, он не предполагает того, что он будет разводиться. Для них это серьезный поступок. Это связано именно с тем, что брак-разводный процесс в Италии, это действительно дело опасное, серьезное и дорогостоящее. То есть, если он женится, он так вот прям вот один раз, типа, практически навсегда. Поэтому они не торопятся этого сделать. они, скажем так, женихи, это курсы 40. А, это нормально. Да, это нормально. Есть, конечно, как и которые пораньше, там, в 30 лет и так далее. Но, в общем-то, часто бывают такие вот уже взрослые, созревшие пары. Вот. Почему вас интересует тема развода, Алексей? Да, мне интересно просто, да, вот такая тема, да. Вот так. Какие-то законы-то. Вот. И... Вот. Так что я хотел, что у меня вылетело. Я вас сюда сбила своим вопросом с темы. Да, да. А все по работе. Здесь вообще работа есть как-то? Если у тебя есть профессия, то работа можно найти. Если ты не кто, то тогда сложно. Сложно, да? Да. Если у тебя есть профессия, всегда можно добиться чего-то. Вот, допустим, я вчера была в Сан-Рему у девушки. Ее зовут Юля. Юля, привет. Юля подтвердила здесь свое образование. Закончила итальянскую школу. Косметолог. О, так. Открыла свою студию. И у нее нет отбоя в клиентах. Потому что она любит то, чем она занимается. Она этим занимается профессионально. И она не побоялась пойти до конца. А, до конца в смысле? Отучиться, подтвердить диплом, получить итальянский диплом, получить все эти разрешения и профессионально работать. Ну, да. Очень интересно, достаточно. Да. Так, а вообще, вот, если, например, для мужчины, вот, в Испании, например, там, стройка только такой, основной момент, если там у тебя документа больно нет, это там, как-то адвоката не получил разрешение на работу. Здесь такая тема тоже есть? Ну, есть, конечно. Есть стройки, есть получение вот этих вот прав на работу и так далее. Ну, это тема отдельная, не для одного эфира. А, вот так даже, да? Даже я бы сказала, денег стоит. Денег стоит, да? О, даже, вон, как, понял, понял. Так, а вообще, здесь как-то легализоваться вообще сложно, или вот, например, приехал я, например, хочу в Италии остаться, влюбился в Италию. Да. Или, может, там, в итальянку даже. Да. Вот, можно здесь, или там, хорошо, или там, в русскую итальянку, например. Намекаете? Не, просто вообще говорю, да. Да. Вот, как-то, как здесь вот остаться? Например, там, работать все остальное, и документы в наш такое непростое время? Ну, я не знаю. Я думаю, что в любом случае нужно выбирать какой-то свой путь. Есть либо учеба, либо работа, либо ты выходишь замуж, либо женишься, да. То есть, просто приехать туристом и зависнуть здесь без документов. Есть люди, которые это сделали. Могу дать телефончик, но не в прямой эфир. А, ну, конечно, а, ну, хорошо, потом, если можно будет, да, интересно будет. Это здесь живут, да? Да. Псанэм, о, отлично. Псанэм много очень русских, у меня есть даже такая, как бы, группа русские, русскоговорящие, потому что русские уже неправильно говорить. У нас здесь Казахстан, Украина, Молдавия, ну, то есть, вот это вот постсоветское пространство. И очень много таких людей, и их становится все больше и больше. Это прям люди бегут откуда-то там, с Украины, да, с Россией? Ну, есть люди, которые действительно бегут, потому что, ну, в общем-то, вы знаете, все знают, по каким причинам. А какие же основные причины-то? Ну, мы там воины не берем какие-то. Ну, вот, война, и мне кажется, это основная причина этого, как раз в это время было очень большой приток сюда. Но был коридор, я не знаю, есть он сейчас или нет. А здесь вообще побеженство так легко получается? Можно, но если вы получаете побеженство, это значит, что вы подписываетесь по тем, что вы бросаете свою страну. А, и все, да? Если вы готовы, то есть, нужно понимать, нужно отдавать себя отчет, что вы туда не вернетесь в ближайшее время. Даже в смысле, ну, конечно, в ближайшие 5 лет, можно бы потом там маму повидать. Потом, да, но 5 лет, это же такой огромный срок. Ну, вообще, да, до сих пор. Я вот по седлости сейчас не остался, хотел бы в Испании по седлости, и плюнул на все дело, не хочу там сидеть. Вообще, рекомендовали бы, стоит ли эмигрировать в Италию? Стоит ли эмигрировать в Италию? Да. Вообще, это странный вопрос, но для меня он странный просто. Ну, вот как-то в наше время то есть, как-то сюда вот стоило? Нет, но если человек хочет эмигрировать, если он направленно идет к этому, why not, как говорится. Но Италия, это, во-первых, наверное, это не самая простая страна для эмиграции, не самая дешевая страна для эмиграции. Конечно, сюда хорошо есть, когда, хорошо переезжать, когда у тебя что-то уже есть. У тебя есть профессия, или у тебя есть какой-то пассивный заработок. Потому что вот так вот начинать с нуля, я понимаю, что, конечно, лучше быть бомжом где-нибудь в Ницце или в Канах, чем пусть теперь пиздюськи под мостом. Понятно, понятно. Вообще, подали здесь какие-то мошенников? Потому что меня краживают и в Италии, например, там. Ну, мошенники есть, они есть везде. Везде есть? Конечно. Человеческий фактор никто не отменял. Мошенничество есть везде. Есть и мошенничество, и во всех сферах. Во всех. Поэтому, ну, это мой личный взгляд, понимаете, исходя из моего личного опыта, что я всегда считаю, что лучше всегда обращаться к профессионалам. если вы хотите переезд, тогда ищите профессионалов, кто этим профессионально занимается, а не просто там кто-то, да, кто говорит, о, да я тебе сейчас все расскажу, покажу. Сейчас вот это, наверное, не для вас тема. Почему? Да нормально. Не знаю, не знаю. Профессионально. Вообще, столько лет прожив, вы здесь счастливы? Да. Мне хорошо. Вот если там брать шкалу 100%, на сколько процентов здесь? 100. Вообще 100. Ничего не... А очень какие-то минусы вообще есть для вас в Италии? Жарко. Я тяжело переношу жару. Но это вот чисто моя тема. Есть люди, которые хорошо переносят. Но мне, слава богу, повезло, потому что работа на июль-августе месяц, когда самая жара, она меня отсюда уводит. А в Россию, да? Да, у меня Москва, Питер, Золотое кольцо. Я себя там более комфортно чувствую. А что еще? Все какие-то минусы есть? Какие еще минусы? Ну, может быть, нехватка общения. Вот, знаете, самая такая вот крепкая, глубокая дружба это та, которая остается у нас с детства. У вас не было такого? Вот ты идешь по улице вдруг раз и увидел, слушай, чувак, мы с тобой в одном классе были и все, он для тебя уже родной. Ну да. Такого не произойдет с человеком, который приходит просто вот к тебе в твою жизнь потом. Вот этого не хватает. Здесь, да? Да. Но вообще как-то по общению здесь вот все-таки на русском мало общения? Нет, на русском много сейчас общения. Много очень русских, очень много интересных людей, очень интересных. И вообще я считаю, что даже если человек неинтересный, это просто вы не пересекаетесь в интересах. Все люди интересные. А, вот так вот, да? Конечно. Все люди интересные? Конечно. Просто у каждого свое. Ну, согласен, согласен. Ну да. Конечно. Вообще вот гражданство здесь сложно получить. Кто на дед пожить здесь? По итальянским законам, по-моему, если я не ошибаюсь, пять лет. Через пять лет ты можешь сделать запрос на гражданство. Сейчас, правда, изменились немножко вот все эти правила. Когда я получила гражданство, все было гораздо проще. Давно это было? Да уже? А? Давно это было уже? Это было давно. Я получила гражданство в девяносто восьмом. О, богатый. Ну да. Что-то им вообще еще надо было тут. Да, и причем я запрос как бы сделала не сразу. Вот. Сейчас нужно сдавать экзамены, языковые экзамены и так далее. Но, вы знаете, на самом деле как бы это все не так сложно. Язык, он же он же нарабатывается. Ну да. Да. Но потом сейчас так много ресурсов можно сюда подучить. Не можешь учить итальянцы сколько людей в ютубе, которые преподают итальянский язык. Ну да, много всего. Да, интересно, Насташа. То есть вот девушки, которые так вот рубутся в Италии, они здесь как-то все-таки рай находят или как-то вот сложно? С милым. Рай в шалаше. Серьезно? Это работает? Это работает? Шаласта? Не знаю. Или уже, мне кажется, уже другое время? Слушайте, ну не знаю. Я много знаю людей, которые прямо вот направленно сюда переехали. Кто-то по любви, кто-то вот просто направленно хотели здесь жить. И в общем-то все потихонечку адаптируются, находят свою нишу. Я, может быть, знаю лишь двух людей, которые уехали отсюда. Приехали и уехали. Слышь двух? Которые на родину уехали, да? Да. Не понравился здесь? Ну, не сложилось. Итальянцы горячие мужчины. Такие вот горячие прям. Вот так и есть вот они такие эмоциональные. Все это, Италия очень большая. Это вот как, возьмите нашу страну, представляете, вот какой разброс. Вот питерцы, они одни, москвичи, они другие. А в Ростове, на дону, на дону, они совсем. Вот вы откуда? Нижний Новгород. Вот, Нижний Новгород. Отличается Нижний Новгород от москвичей? Наверное, да. Ну, это уже периферия такая. Сансьем с Москвой. Ну, не периферия, почему? Нижний Новгород, великий город. Ну, великий, да. Но что, сансьем с Москвой, это так? Ну, то же самое в Италии. Просто есть много регионов, то есть в Италии всего 20 регионов. И, допустим, север, он очень отличается от юга. Лигурия, лигурийские мужчины, они вообще, даже вот, под статус классического, в Италии они не подходят. Они закрыты, они малословные, они, ну, можно сказать, практически холодные. Итальянцы северные, да? Это север Италии, да. Хотя север Италии, это может быть Пьемонт. Пьемонт, это совсем другие. Это такое вот. А что здесь очень нравится? А? Что в Италии? Какой плюс такой большой, что мне нравится здесь? Плюс? В России, например, нет этого. Слушайте, прям какой-то глобальный вопрос, на самом деле. Не знаю. Нет такого? Я не знаю даже, как на него ответить. Да нет, обычный вопрос, ничего такого. Все понял, все понял. Спасибо. И, друзья, я оставлю ВКонтакте Екатерины в описании, поэтому можете заходить, написать, и какие-то вопросы будут. Екатерина, гид Лигурии, да, получается? Значит, моя лицензия позволяет мне работать в Лигурии, я эксперт по западной Лигурии и Лазурный берег Франции, потому что я живу на границе. А, Лазурный берег Франции. А, Ла Франции тоже у вас получается, да? Да. Вот Монако, Монте-Карло, Ницца, Канне, Сан-Рему, в ту сторону, в сторону Вены, Порто-Фино и так далее. Но вот вокруг Сан-Рему и окрестностей я эксперт. Потому что я еще и по горам хожу. Хайкинг. А, вот так вот даже, да? А, понятно, понятно. Да. Все, спасибо, спасибо. Да, ребят, ВКонтакте будет в описании. ПОДПИШИСЬ! Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok